Об актуальных вопросах оказания палеотивной помощи говорили сегодня на конференции в Республиканской детской больнице. На встречу съехались специалисты из разных муниципалитетов региона, а в качестве эксперта выступила Элла Кумирова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой палеотивной педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. О моделях палеотивной помощи детям расскажет Анастасия Тернина. В зале РДБ профессионалы по детской палеотивной помощи в КОМИ. Их пока очень мало, что неудивительно. Это направление в нашем регионе, как, впрочем, у многих других, пока только начинает свое развитие. Поэтому из трех видов помощи неизлечимо больным – стационарной, домашней и хосписной – в регионе есть только одна. В настоящее время более-менее, скажем так, развита стационарно-палеотивная помощь. То есть у нас, приказывая Министерство здравоохранения, выделено уже на протяжении трех лет три палеотивных койки, на которых дети получают весь спектр лечения. По словам специалистов, палеотивных детей в стране становится все больше. Существующих стационарных коек уже недостаточно. Да и в домашних условиях неизлечимому ребенку гораздо комфортнее, чем рядом с выздоравливающими. Поэтому одна из главных задач медиков – организовать работу так называемых амбулаторно-палеотивных бригад. Пока нет выездной службы, которую, конечно, нужно формировать именно в таких негустонаселенных территориях, где всегда адекватнее формировать выездную помощь. Она дешевле, она ближе к дому, потому что наши пациенты уже долгое длительное время находятся в стационарах, и им, конечно, хочется переехать домой, чтобы эта помощь была ближе к их дому. Это основная цель, и это всегда первая модель формирования оказания палеотивной помощи в регионе. Амбулаторные бригады работают в 32 регионах. В некоторых из них палеотивную помощь на дому оказывают более 10 лет. Это направление поддерживают и ухтинские специалисты. На попечении врачей, психологов и социальных работников в городе 20 неизлечимо больных пациентов. Хотя бы так называемая передышка, социальная передышка для родителей таких больных детей. Ну, пришли, помогли, посидели с ребенком. Мама смогла сходить в парикмахерскую. Она набралась силы на дальнейшую жизнь со своим больным ребенком. И таким образом облегчаем жизнь не только больным, но еще и родителям. На сегодняшний семинар пришли в основном молодые специалисты. Некоторых из них заинтересовала работа в выездных бригадах. Тем более, что группа помощи неизлечимым детям. На дому в коме планируют организовать уже в этом году. Анастасия Тюринали, Касрамин, телеканал Юрган.